Дзю или Миндоса Соперники можно сказать ровесники 28 лет Тиму, Брайан на год старше В размахе рук преимущество у Дзю 183 против 178 сантиметров Рост тут вверх за Миндосой 178 у американца против 174 сантиметров у Тимофея Ну и главная статистика Тим, 23 победы в 23 боях Миндоса, 24 боя, 22 победы и 2 поражения Чего ожидать от этого поединка? Дзю мастер прессинга Его арсенал как раз подходит для боя с таким разносторонним противником Тим любит комбинировать убойные серии с аккуратными джебами В первых пристрелочных раундах Австралиец будет прощупывать оборону Брайана молниеносными прямыми ударами Он постарается найти слабые места в защите И тогда начнет уже как следует вкладываться в удары Наверняка он сделает ставку на работу по корпусу и апперкоты Ведь Миндоса все время ныряет под хуки и джебы Не стоит забывать и о новой прокачанной защите и быстрых оттяжках Дзю Чтобы достать Тима придется потратить очень много сил и возможно впустую Миндоса обладает быстрыми взрывными атаками Но в комбинациях у Тима куда больше ударов Австралиец выглядит предпочтительнее за счет более длинных рук и разнообразной техники Поэтому ему будет проще донести удар А теперь к ресурсам американца Миндоса уже доказал, что его не стоит недооценивать Последний бой американца против Себастьяна Фундора яркое тому подтверждение Непобежденный чем превосходил Брайана по габаритам А сам Миндоса вышел на бой на коротком уведомлении И несмотря на все это он сумел подловить соперника на ошибки и оформить нокаут Миндоса часто проигрывает первый раунд Брайан отдает контроль над рингом, позволяет сопернику продемонстрировать весь свой ударный арсенал Все для того, чтобы прочувствовать его мощь, понять тайминги и отследить передвижение Миндоса может выбросить внезапный и тяжелый хук Если Дзю чуть зазевается даже в позднем раунде, то пиши пропало Американец понимает, что нокаутирующие панчи – его главное оружие, которое нужно сохранять и использовать до финального гонга Когда Брайан устает в седьмом или восьмом раунде, он может начать меньше защищаться, хуже двигаться Но американец никогда не перестает заряжаться на сильные удары и контратаковать Прогнозировать победу американца по очкам сложнее, чем нокаутом Все-таки его комбинации довольно скудные на фоне Тима Миндоса может сыграть на прессинге Дзю Целью Брайана будет атака на смещение Ему придется провоцировать австралийца и искать возможности донести крюк из слепой зоны Проблема в том, что Дзю максимально сконцентрирован и его сложно провалить Не говоря уже о прекрасной защите Тима под силу выиграть бой нокаутом за счет технического превосходства и разнообразия Миндоса медленно переключается между режимом атаки и обороны, что делает его предсказуемым К тому же часто пропускает удары на разрыве дистанции, а с этим у Тима полный порядок Брайан хорошо обороняется от сильных ударов, у него подвижный корпус и крепкий блок Но он пренебрегает защитой от джебов Но главное, у Брайана Миндоса имеется хороший удар А значит до последней секунды он имеет шанс на досрочную победу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова